В результате зверского теракта против невинных людей погибла моя любимая жена, травму получила моя дочка. Это страшная беда. Я соболезную всем людям, которые пострадали. Всем у кого-то эта беда была, они меня понимают, я тоже им соболезную. Это очень страшно. Ну, помните, что жизнь наша коротка. Любите друг друга, будьте добрее, не забывайте, дети, о родителях, звоните чаще. Вот при всем трагичной ситуации, мне просто вчера повезло, что Лена, дочка, сразу же позвонила. Я владел информацией изначально, мне было очень тяжело, я был подвешен, но я был подвешен только три часа. Не как люди там, наверное, до утра или просто. Это вообще вот это ожидание, неведение, потеря. Это страшное дело. С этим, наверное, уже многие сталкивались. В наш век этих телефонов, который или разрядился, не дозвонится, а мысли-то хорошие не идут никогда. Любите, дорожите этим. Ну, вот, 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 поверьте мне, осознается это. Я так жалею, что я вчера не позвонил. Было понятно, что происходит. Они шли, куда шли, думают, ну, чего я дергать буду в дороге, может, мой звонок. Он мог спасти. Просто звонок, три минуты, остановка. Они выбывали следующие электрички. Ну, вот, вот я вчера решил, что еще не время, позвонят, когда будет время. Я вчера, вчера не видел жену, вот, они спали, я спал в другой комнате, не стал их будить. Она мне позвонила, когда встали. Потом я позвонил. Выше на улицу, дубак был страшный, говорю, ребятки, водитесь, мы потеплее. А в 14 часов жизнь разделилась на две части. Вот она была счастливая. Вот она непонятная. Потому что реально непонятно, как жить. А потом наберете и все решим. Продолжение следует...